Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Маклаксон. Добро пожаловать на новенькое видео по MySummerCard. Что ж, друзья, рад приветствовать вас на этом видео. Ох, снимаю для вас очередную серийку. Надеюсь, что сегодня у нас уже все получится выполнить план, который у нас с вами был. Давайте незамедлительно будем начинать. Снимаю для вас эту серию я в дождь и грозу у меня там за окном. Так что, если вы видите это видео, я его выпустил, значит, гроза не ударила в дом и мой компьютер не сгорел. Можете меня поздравить. Ну что, ребята, давайте вспомним. В прошлой серии, значит, что я копил бэпки. Копил бэпки для того, чтобы проапгрейдить наш двигатель. Вот, я все ждал-ждал, когда мне позвонят, чтобы откачать колодца. А мне все не звонят. Поэтому я подумал. Как бы, я планировал купить все возможные детали у механика. То есть, ну, мы с вами это все разбирали. Кто смотрел, тот прекрасно понимает. Кто, ребята, не видел, на моем канале целый плейлист. Это уже то ли 14 серия по My Summer Card, то ли какая. В общем, вот, я тут прохожу. Плюс гайд и тыры-пыры. В общем-то, ребята, кто смотрит, тот в теме. Я хотел полностью весь двигатель заменить. Все возможные детали, которые только можно. Вот, я их уже приготовил и погрузил туда. Но я, ребята, подумал. Может быть, все-таки хрен с ним, с этим блоком. А, и не будем его менять. Потому что на один только блок я отдам две с половиной. Пацаны, что происходит? Сейчас сниму, в ТГ выложу. Заходите, смотрите, ссылочка в описании. Черт, ребята, я... Там какой-то лютый град начался у меня на улице. Бля, что происходит? Гребанная погода. Начало сентября, черт возьми. Ладно, ребята, я надеюсь, что этого на микрофоне сильно не слышно. Особенно в моменты, когда я говорю. Постараюсь, конечно, все время говорить, чтобы заглушать этот шум ливня с градом. Но, ребят, я... Я просто не могу сейчас сидеть, ждать, пока это все пройдет. Потому что, как бы, времечко поджимает. Вот, время не резиновое. Надо успевать все дела делать. И, так сказать, вот. Поэтому, надеюсь, что вам это не мешает. И, может, вы вообще не слышите. Тогда еще лучше. Вот, тогда я вообще зря беспокоюсь об этом. В общем-то, что, ребят, я решил, что буду без блока это делать. Вот, а если я буду делать это без блока, я вам сейчас скажу, сколько мне нужно денег. Смотрите, 10 094 марки. Я говорил, что мне нужно. Блок стоит примерно 2 490. Итого, на весь двигатель потребуется 7 604 марки. То бишь, у нас уже хватает. А значит, мы с вами... Так, завтра... Так, подождите, подождите-ка. Так, подождите, подождите. У нас суббота... Ага, вечереет. Завтра воскресенье. Блин, а механик, по-моему, в воскресенье не работает, да? Ладно, давайте, ребят, так. Я сейчас иду спать. В воскресенье я еду на осенизаторе, откачиваю вот этот колодец. Ну, для того, чтобы... Хотя подождите. А, нет, зачем? Мы с вами поедем на осенизаторе, откачаем колодец. И одновременно с этим мы возьмем с собой детали и их же на фурии обратной привезем. То есть мне, чтобы 2 раза не кататься, я просто сразу за раз все сделаю, и все. Так что сейчас, ребята, я вот это вот все перекидаю вот сюда, к себе, в фуру. На ней мы катаемся с вами в лоб, откачаем колодец, и там же и заскочим к механику. Но сделаем мы это тогда в понедельник. Поэтому сейчас я буду просто скипаться... Аааа! Где? Где, ребята? Опс! Ребята, сейчас все будет. Ну что, друзья, у нас наступило воскресенье. Я поспал, пару раз сохранился, потому что проснулся в 2 ночи. И вот у нас 6 утра. Я, в общем, ребята, что решил? Я сейчас поеду на гифу, откачаю канализацию. После этого я вернусь домой, проскипаю еще воскресенье. И уже непосредственно в понедельник, когда откроется механик, я к нему съезжу. Вот. И мы с вами купим детали. Вот. Уже что-то нормально на фургончике. Вот. Я потому что понял, что тут предметы проваливаются в этом все. Вот. Да и плюс, чтобы, ребята, знаете, просто не тратить сейчас в пустую время, я лучше реально скатаюсь. Сейчас откачаю один колодец. У меня будет хотя бы плюс косарь там с хреном, да. Да, я буду сейчас бензин, конечно, в пустую немножечко, ну, тратить. Потому что, конечно, в идеале бы сразу ехать на полный маршрут, как мы с вами делали. Но ничего страшного. Я думаю, могу нарушить немножечко. Давайте заводить будем грузовичок. Так. Он сейчас опять хрен знает, сколько будет пищать. Меня это раздражает, господи. Так. Давай, поехал. Ладно, ребята, я отправляюсь к колодцу. Запишу для вас дорожку. Вот. Возможно, кому-то нравится под музычку смотреть. Только бы еще грузовичочек ехал. Че ты не едешь? Ты мне объясни. Ребят, че он не едет, а? Да давай ты, господи. Я не могу с этого грузовика, гребаного. Ой, бля. Ладно, вроде поехал. Ладно, ребята. Давайте. Приятной, блядь, наконец-то. Приятной вам дорожки. Подставлю, как обычно, под музычку. Потому что, возможно, да, кому-то нравится смотреть. Покатушечки такие. Так что все. Увидимся у первого колодца. Как стоиста вуота таюти. И саполти пуйсен вей турин. И так ребята, я приехал в Лопе. Осталось только посмотреть то, у какого конкретно дома у нас. Так, слушайте. Я, мне кажется, немножко не очень сейчас машину оставил, потому что проходит ралли. Если сейчас я... Так, окей, не здесь, потому что мужика нету. Значит, тот дом дальний. Вот. Если сейчас... Вон мужик сидит. Если сейчас поедет машина, меня нахрен собьют. Садимся и поехали. Пока нас нахрен не снесли здесь совсем. Не, ну нам-то ничего, мы на фуре. А вот я не знаю, могу ли я мешать ралли. Возможно, мне зыто что-то будет. Ой, блядь, дядя. Осторожно, дурак. Че ты сигналишь? Себе посигналь, придурок. О, нифига, я никогда не сигналил с этой. Впервые слышу. Так, там это... Там где-то мужик ходил. Я вообще с ней собью, а то, блин... Меня посадят в тюрьму. Ооо, если я убью человека. Так, слишком близко подъехал. Можно немножко даже отъехать. Все, его нету? Я то и боялся, что я его, блин, сбил. Давайте маленечко сейчас, ребята, откачусь. Ну и, в принципе, че, все. Я буду закидывать шланг и откачивать яму. Ну и поеду домой. Так, ну все, ребятки. Колодец откачал. Свой кэш забрал. Можно заводиться, выезжать. Вот был бы сейчас механик открыт. Я бы сразу сейчас у него... Так сказать, забрал. Хотя, блин, слушайте. А может быть мне прямо здесь сейчас посохраняться в его туалете? Ведь у него здесь тоже есть туалет, где можно сохраняться. А потом просто ночь поспать в фуре. И забрать вещи. Как вам идейка? Так, все, тихо. Стоим на стояночном тормозе. Ладно, пацаны. Надеюсь, надеюсь, что все выйдет, что все получится. Тогда давайте, да, попробуем так. Ну-ка, че, не дает свой этот кататься, да? Ребятки, чтобы кататься на маслкаре, механика, это нужно ему свою машину сдать в ремонт. Тогда он даст свою. Так сказать. На тест-драйв. Вот, значит, что, давайте. Блин, ну ладно, я, конечно, попробую. Так, единственный вопрос у меня. Как мне утолять здесь жажду? Здесь я не вижу ни у кого в водоколонке. Голод у меня, ладно. Голод не успеет. Ладно, ребят, давайте просто буду сейчас тогда в тупую сохраняться. Если вдруг прям очень слишком сильно прижмет под конец дня, я поеду домой. Что поделать? Ну что же, Настя, собственно, наступила ночь. Тут гром, там гром, запарил гром. Я не хочу гром, я уже хочу нормальную погоду. В общем-то, все, ребята. Жажда, ну, если бы я просто так стоял, она бы уже, наверное, была максимальной. Но из-за того, что я сохранялся, здесь статы растут прямо по чуть-чуть. Так что я ложусь спать. Я ложусь спать. У нас механик открывается с 8 утра. Сейчас посмотрим, будет он открыт или нет. Если что, разочек сохранюсь до другой. Ну да, еще определенно не 8 утра. Это смахивает часов. Я не знаю, насколько это смахивает. Ничего не поменялось, хотя я поспал. Часа 4 ночи, 5. В общем, ладно, сейчас, ребятки, до открытия механика до 8 утра сохраняюсь. Я надеюсь, что детали не нужно было привозить, и они будут здесь. Я их куплю. И мы свалим. Ой, ребятки. Итак, все, механик у нас, я вижу, открытый. Я вот пару раз, по-моему, или 2 или 3 раза я сохранился. Итак. Да, есть, они здесь лежат. Отлично, все, ребята. Нам, значит, их не нужно везти. Привет, что у тебя на уме, молодой человек? В общем, ребята. Я обойдусь только всем самым основным, кроме блока. И нам хватит денег на все. Ну шо, погнали закупаться. Топливный насос, водяной насос, генератор, стартер, коромысла клапанов, прокладка ГБЦ, коленвал, диск сцепления, пам-пам-пам-пам-пам, 4 поршня, поддон картера и коробка КПП. И, да, все правильно, все прямо, как по моим расчетам, 7604 марки. Let's go! Все, ребят, ну что ты так неаккуратно обращаешься с моими вещами? Ты, ты, я сейчас у тебя, я в твою пепельницу сейчас покрошу, слышишь ты? Я тебе в лицо выдохну, как тебе такое, ублюдок? В общем, ребятки, возможно, у вас есть вопрос. А что делать с нашими старыми запчастями, вот эти, которые мы поменяли, да? А ничего, ребята, они автоматически сейчас исчезли из нашего гаража. То есть, мы не можем иметь здесь два стартера, два водяных насоса и так далее. То, что я сейчас вот это все купил новое, точно те же самые детали мои старые из гаража сейчас просто исчезли. И, в общем-то, что, ребят? Все, сейчас я подгоняю гифу поближе. Вот. Блядь, сейчас она, как обычно, пропищится тут 5 минут. В общем, ребят, подгоняю ее ближе, гружу все внутрь, надеюсь, ничего не растеряю. Посчитаю обязательно, сколько у меня вещей. И когда вернусь домой, прослежу, чтобы все было на месте. Увидимся. Ну что, пацаны, все. Все, в принципе, пока идет по плану. Я загрузил все детали. Я вот проехал сейчас по трассе от Лопы, вот сейчас отсюда заехал. Остановился, утолить немного жажду. Вот. Ладно, подышать кислородиком. На природке хорошо. Вот, как видите, жажда просто немножко мучает. Приходится срочными методами изощряться, как-то утолять. Да, пацаны. Ну, и cringe, конечно. Все, дописали, в смысле, жажду просто утолили, да? Все, осталось до дома не так много. Приезжаем. И я сразу начинаю собирать движочек. Потому что я уже хочу, чтобы движочек у нас был бодрячком. И настроить его еще же надо. Мы об этом тоже не забываем. Хотелось бы сегодня в идеале вообще сатсуму собрать полностью. Настроить движочек, поставить ее на ход, чтобы она работала. Вот. Так что, ребятки, надеюсь, что сегодня все получится. Ох, как она должна бодрячком себя чувствовать. Ух, я прям... Ой, бля... Я прям хочу на это посмотреть. Единственная проблема, которая меня может поджидать, это то, что я... Я ведь, когда разбирал двигатель, у меня, во-первых, вытекло все масло из двигателя. А также у меня вытекла из радиатора вся охлаждающая жидкость, поскольку я снял патрубки. Вот. А это значит, что мне снова нужно заливать масло и снова заливать охлаждайку. Охлаждайки, может, и хватит. Но я не уверен. Канистра выглядит большой, я не знаю, насколько ее хватает. А вот масло, я не уверен, что хватит. Но... Но чтобы завести этот двигатель, наверняка же хватит. А вроде другого ничего и не надо. Так что, ребят, надеюсь, что все будет нормально. Что всего хватит. Все, осталась финальная прямая до дома. Бля, у нас опять жажда. Че так быстро? О, кстати, поезд едет. Проехал. Окей. Ну все, приехали. Наконец-то. Все? Хорошо. Итак, ребята, я считал, у меня должно быть 14 деталей. Так что, сейчас все буду доставать, смотреть, чтобы все было на месте. Так, пока я доставал детали, поступил звонок. Шестой, шестая деталь. Как я понимаю, наша канализация полностью полная. Не мог бы ты откачать ее. Так, это мне откуда сейчас? А, это мне из города позвонили. Ну ладно. А, кстати, да, что это? Э, о, блядь, это что ли? Ты что, блядь? Тут опять перегорело. Вы посмотрите, а. Я уже менял тут один раз. Ну вот эту, да. Вот эту, вот эту самую. И опять перегорело тут. Да. Вот это конечно, да. Так, все. Возвращаем свет на кухню. О, все. Прямо аж как самому, знаете, полегчало. Я просто не мог смотреть на эту красную полоску. Жажда меня самого мучает. Это. Итак, 6 деталей достал. Сейчас пошел дальше проверять. Должно быть 14. Да е-мое, опять звонят. Опять, наверное, по канализации. Блян. Ну да. Ну ладно, пацаны, зато сможем бабки рубить. Вот опять из города. Ну все, слава богу, ребята. Хотя бы все детали на месте у нас. Все 14. Все. Окей. Можно пока прикрыть домик и нести все сюда, сразу уже в гараж, к машине. Вот как можете наблюдать. Точнее, вы можете тут не наблюдать те детали, которые у нас были. Они просто исчезли. Вот поэтому сейчас, ребятушки, начну собирать движочек обратно. Думаю, снимать этот процесс не буду. Гайд у меня на канале есть. Поэтому я сейчас не торопясь, аккуратненько и внимательно сам все буду собирать, чтобы точно все сделал, как надо. Все. Желайте мне удачи. Так, ну что, ребята, короткое включение. Я вот собираю движочек уже вот на таком вот этапе. Вот что у меня осталось на столе, в принципе, не так много. Самое основное, то есть самую мелочевочку я уже поставил, собрал. Ну и, конечно, вот еще осталось на улице. Я постепенно отсюда приношу вещи по мере необходимости. Кстати, уже надо похавать и попить, сходить и помыться, наверное. Так что сейчас пойду все сделаю и собирать дальше. Ну что, пацаны, я умудрился его достаточно быстро собрать. Угадайте, по каким урокам я это делал? Конечно, по своим. По своему личному гайду. Все простенько, все быстренько. И вот генератор. Вот, пух, генератор. Движочек у нас уже, кстати, собран. Так, что там по аккуму? Аккум себя хорошо чувствует. Так что все, можно ставить, наконец-то, движочек на место. Осталось его подвешить на подъемник. Я уже не помню, как я в прошлый раз вешал. Я же его, по-моему, с самого пола подвешивал, да? С самой земли. Вроде все поставил. Фильтр поставил. Свечи закрутил. Так что сейчас надо поставить, быстренько прикрутить все шланги. От радиатора залить жидкости. Ну, желательно бы, конечно, еще настроить. И хотелось бы запустить его. Да. Так, подождите. Вот так, да, по-моему? О, все, отлично. Так, все, я его опустил. Появились болтики. Сейчас я его быстро к корпусу приделываю. Блин, я сейчас заглянул в этот. Там же еще приводные валы. Там еще это. Кулисы сцепления. Господи, сейчас все ставить, все ставить. Ну, ладно, сейчас я все быстренько сделаю. Потому что все это мы уже видели, проходили. Вот, как бы, да, зачем нам по пять раз это все смотреть, спрашивается. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, ребята, я вроде бы сделал все. Я уже все прикрутил. Двигатель настроил, жидкости залил, аккумулятор поставил, провод к стартеру протянул. Вот эта вот минусовая клемма, ее нужно снова протянуть вот в это вот место. Потому что провод исчезает. В общем-то, смотрите, в чем единственная проблема. Жидкость в радиатор мне хватило процентов на 80. Это нормально. Это пока хватит. Но масла мне хватило процентов, наверное, на 20 только. И все, у меня закончилось оно. Так что нужно будет обязательно купить. И сейчас хочу рискнуть. Первый пробный запуск. Так, ну хорошо. Электроник работает. Давайте попробуем. Давай. Опа. Опа. В чем проблема? Так, так, так. Либо что-то с маслом не так. Либо, подождите. Нет, бензин у нас есть. Ребята, как вы видите, машина завелась. Я не знаю, почему в первый раз она не завелась. Возможно, я просто не докрутил маленько, потому что в первые разы она запускается долго. Но сейчас все нормально. Я ничего не менял. Я просто снял аккумулятор, потому что я ее почти разрядил тем, что пытался ее завести. Очень долго крутил. Обратно его зарядил. Поставил сейчас. И все. Она успешно включилась. Так что сейчас я прогрею ее и хочу устроить пробный выезд. Кстати, давайте вообще проверим. Приводные валы-то хоть правильно поставились. Колеса крутятся. Да, все. Колеса крутятся. Все нормально, значит. Так, все. Электрика работает. Все нормально. Надеюсь, что нормально настроил. Останется проверить. То. А, сейчас еще. Ногас нормально отзывается, в принципе. Работа ровная. Дым из трубы пока непонятно, потому что еще она сейчас на оборотах еще не нагретая. То есть, его должно почти не быть видно. Он не должен быть ни черный, ни светлый, белый. Он должен быть прям еле-еле заметный. Так что сейчас она догреется. Хотя, в принципе, ее можно подогреть побольше конкретно газом. Так. Вот она сейчас так быстрее нагреется. Вот и все. Вот и все. Так, единственное, что мало масла. Надо будет поменять. Все нормально. Клапана тоже нормально. Видите, дыма почти не видно. Так, что еще я могу сразу сейчас проверить? Это то, как она на горячую заводится. Насколько быстро. Должна с полтычка. Ну, собственно, да. Так, ну что. Рискню. Так. Вообще бодро. Нормально. Надеюсь, сейчас вышивной подшипник не отлетит, как тогда у меня в первый раз. О, слушайте, ребят. Ну, по-моему, даже уже пободрее, да, как-то это? В сравнении с предыдущим разом, когда... Когда я ее запускал на старых деталях впервые. Но она все так же по-прежнему греется, как я вижу. Вот. Но это уже радиатор надо менять. Ставить гоночный. Потому что этот стандартный. Вряд ли от него какая-то большая польза. Ну, все. Главное, что она едет. Вот. Останется еще потом подкопить чуть-чуть. Поставить гоночные детали. Да, у нас вон загорается лампочка масла иногда. Наверное, тогда я не буду сейчас шибко гонять без масла. Я не знаю, насколько это опасно. Оно есть, но его очень мало. Вот. Так что, чтобы не портить себе никакие детали, я постараюсь вообще сейчас желательно не пользоваться машиной, пока не куплю масло. Масло мы купим в четверг, потому что поехать в город я планирую в четверг, потому что у Тейма обновится ассортимент. А это значит, что мы наконец-то докупим недостающие две бутылки килью. Точнее, просто тот напиток, который сок. И все, наконец-то я смогу замутить Брагу для алкаша. Вот это будет кайф. Ну все, сейчас на место ставлю капот, и миссия на сегодня успешно выполнена. На удивление. Ну что, дорогие друзья, я рад, что сегодня все пошло по плану. Все как я спланировал, и все прошло без каких-то казусов. Все реально нормально, прям клево. Так что на этом мы будем заканчивать серийку по My Summer Car. Ребятушки, если вам понравилось, поддерживайте это видео лайком. Если вы здесь впервые, то обязательно подписочку на канал. Также не забывайте про мой телеграм-канал. Ссылочка на него находится прямо сейчас подо мной, а также в описании к этому видео. Там находится кое-какой опросик, ну для тех, кто следит за каналом. Так что, ребятки, если вы еще не вступили в телеграм, добро пожаловать, всех жду. Вот, там ребятушки общаются между собой. Тури-пури, туда-сюда, так что давайте тоже залетайте. Ну что, с вами был я, Маклаксон. Огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых видео, ребятки. И всем пока!